Вторая глава Евангелия от Матфея Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудинах, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал, — пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему. И вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду, другим путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, — встань, возьми младенца и мать его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Он встал, взял младенца и мать его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется сказанное Господом через пророка, который говорит, — из Египта воззвал я сына моего. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, очень разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех его пределах. От двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда исполнилось сказанное через пророка Иеремию, который говорит, — голос в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. После смерти же Ирода ангел Господень во сне снова является Иосифу в Египте и говорит, — встань, возьми младенца и мать его, и иди в землю Израилеву. Умер ли искавшие души младенца? Иосиф встал, взял младенца и мать его, и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. И пришед, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется сказанное через пророка, что он Назареем наречется.